Я научилась различать молчание. Я научилась различать молчание твое. Вот ты молчишь в ответ мне, как-то вдохновенно, с надеждой на что-то впереди. Твое молчание сродни морскому бризу, что тянет бирюзово-легкоструйно, искрясь кристалликами мелкой соли на солнце. Оно мне обещает радостности смех и наполняет счастьем. Теперь молчание твое сердит, а ты обижен, как будто нити вязкой карамели молочно-розовой с какао мешаю в плошке, стоящей на огне, чтобы угостить сгрустнувшего ребенка клубочком спрятавшегося в уголке дивана. Молчание такое, как забота. Оно тотально, как любовь во мне. А вот стальная крошка, порошок, молчание отстранение. Ты ушел. Свинцовыми заворожило небо. Сплошным заслоном перекрыли тучи. А здесь тяжко мне. Отсутствие разрыв, когда вернешься. Один вопрос. Еще одно молчание. Уход. Присутствие. Когда ты вводишь в круг еще других, ты с ними, но и в то же время и со мной. Так множатся слои и сферы, входя один в другую, и одна в другую, и один в другой. Тут сразу хочется открыть окно, так душно. Уф! Кубицы бурлит и стонет, дугой гнет и напрягает мышцы. Молчание и желание нежно и неспешно и проникновенно берет дыхание в свои большие руки, снижая глубину и частоту движений, стремится к остановке в тишине, чтобы услышать кожей и ушами неслышность чуждого проникновения и похищения тела и души. Но руки километра непутимые становятся и властно привлекают образ мой к себе. Молчание и неизвестность томит и ломит руки, ноги, поясницу, бросается костями безнадежности, засады, саможалений, жалений, само, золой, несостоявшейся любви. Ее возможности это отзывается унынием и самой страшной пустотой внутри и нежеланием жить. Еще одно молчание – водопад, струящийся вдоль тела, изнутри от горла вниз, прозрачно-голубым аквамарином, журчащий нежно и трепетом своим повсюду проникая так, что весь мой организм уже наполнен волшебной свежей влагой утра и покоем, сиятельной улыбкой у зари. Бывает иногда, но редко. Молчание – медитация, когда ты полностью доволен, ты растворен в потоке жизни своей, когда ты полон жизнью, полон мною, самодостаточен, царишь над миром и в своей судьбе, и одарить готов любого подарокам царским. Тогда ты милосерден, добр, великодушен и счастлив. Счастливый я в такие миги, когда мы вместе в просвете бытия. Я научилась различать молчание. Спасибо.